Для переноса данных со старого телефона новое устройство Google Pixel нам предлагают подключить оба устройства одним кабелем. Мы использовали тот, который пришел с новым телефоном и он при подключении предлагает выбрать те данные, которые нужно скопировать со старого устройства на новое. Мы выбираем галочки. Приложения нам все нужны. В основном контакты и сообщения ММС настройки, которые сохранены с паролями от Wi-Fi и журнал звонков. Фотографии и приложения пропускаем. Сервисные предпочтения можно подключать и настроить потом после копирования, когда все будет завершено, чтобы ускорить процедуру. Также рекомендую отключить автоматическое скачивание и устанавливание обновлений, чтобы не использовались при этом мобильные сети и вы не попали на деньги, если вы используете, например, роуминг и после окончания установки обязательно в профиле вашего аккаунта Google проверьте автоматическое скачивание отключено или нет. После установки пин-кода нам Google предлагает установить настройку разблокировки по отпечатку пальца, чем мы, конечно же, воспользуемся. После установки распознавания вашего отпечатка пальца и разблокировки телефона он предлагает продолжить настройку, но также можно эту тонкую настройку продолжить после копирования установок, чтобы не занимать время, потому что без этих настроек вы уже сможете пользоваться телефоном. Быструю оплату можно пропустить, у нас она не настроена, кредитные карты не подтянуты еще к аккаунту. Так, кнопка «Подпустить». Ну вот мы получили уведомление о копировании, что оно завершено, кабель можно отключить, и гауртинг по ссылочке стоят, что мы скопировали контакты, музыку, смс, прикрепленные файлы в ММС-сообщениях и журнал звонков и настройку устройства предварительного. Вверху по индикатору мы видим, что телефон в посылке пришел уже заряженным, приблизительно на 90%, может быть 85-90% уровень сигнала сети и сигнал Wi-Fi. Обычно на кухне у нас тут сигнал Wi-Fi слабый, но Google Pixel показывает, что как минимум половина сигнала он чувствует. При подключении старого устройства на нем высветилось сообщение, что идет зарядка. То есть наш Google Pixel поддерживает Power Delivery, передачу электроэнергии через порт зарядки, через Type-C. этот наш новый телефон может заряжать устройства чужие, так сказать. Мы получили уведомление, что настройки телефона предварительно все завершены и мы можем использовать телефон. Чтобы перейти на главный экран, проведите вверх. Вот наш стартовый рабочий стол. Имеем здесь пока что только Google Play, электронную почту, приложение Gmail, папку фото и YouTube. Сейчас было видно, что какие-то данные скачивались. Очевидно, что-то еще получает какие-то обновления через телефон, через интернет. Хорошо и спасибо за просмотр. Будем изучать на этот аппарат и делиться с вами новыми видео.